Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Мы сегодня поговорим с вами, как в домашних условиях приготовить средства для укоренения всевозможных черенков, а также для обработки корневой системы рассады при пикировке, для того, чтобы она очень хорошо приживалась. Я приветствую вас на канале Процветок! Будьте с нами, смотрите до конца наш выпуск, вы увидите много интересного. Итак, одним из наиболее распространенных средств для усиления процесса корнеобразования являются растительные гормоны. Они называются ауксинами. Очень популярен в последнее время стал гель клонекс. Популярен он потому, что имеет удобную консистенцию, в отличие от порошков и жидкостей, он хорошо удерживается на черенке, на срезе черенка, благодаря чему обеспечивает хорошее проникновение гормонов в место среза в ткани и активацию корнеобразования. При этом приготовить такой препарат в домашних условиях не представляет никакого труда. Благо, интернет сейчас доступен, а в интернете всегда можно найти точный состав того или иного средства. Итак, гель клонекс в своем составе содержит гидроксиэтилциллозу как загуститель, также индолилмасляную кислоту в конечной концентрации 0,3% и кристаллический фиолетовый в небольшом количестве. Кристаллический фиолетовый, во-первых, придает небольшую окраску этому гелю, такой легкий фиолетовый голубовато-синеватый оттенок, а во-вторых, сам по себе кристаллический фиолетовый является довольно хорошим дзинфектантом. Поэтому данный гель, приготовленный в промышленных условиях, имеет хороший срок хранения. Мы также будем делать с вами гель, который будет иметь хороший срок хранения. В качестве гелеобразователя можно брать различные субстанции. Но я предлагаю вам два альтернативных варианта. Первый вариант – это клей обойный КМЦ. Он содержит также метилциллюлозу, производные целлюлозы, и если вы будете использовать этот субстрат для образования такого, геля, то у вас получится примерно вот такая вот густая консистенция, как кашка-малашка. Второй вариант – это использование различных обойных клеев на основе крахмала, модифицированного крахмала. Они дают, в отличие от вот таких вот КМЦ обойного клея, дают более такую прозрачную консистенцию, она похожа в большей степени на кисель, но мне кажется, она более удобной. Еще одним преимуществом использования вот таких вот готовых клеевых составов связано с тем, что в их составе имеются биоцидные добавки, а именно фунгициды, препятствующие росту грибков. И это позволит нам создать гель, который будет храниться значительное длительное время без рисков контоминации какими-либо плесневыми грибами. Ну, самый большой риск здесь как раз представляют плесневые грибы. Поэтому мы наш препарат будем делать на основе вот такого клея. Сколько положить порошка клея, как правило, прописано на самой упаковке. Но вы должны приготовить гель такой консистенции, чтобы он, ну вот как густой кисель, чтобы он не сильно стекал с ложечки, например, ну стекал такими тяжами и небольшими каплями. Когда стечет большее количество, вот стекание его прекращается, делается очень медленным. Вот такая консистенция нам вполне подходит. Следующий компонент – это гормоны растений ауксины. Среди множества препаратов можно выделить два типа препаратов, которые наиболее активно используются в саду и огороде. Это гетероауксин и это корневин. Несмотря на то, что корневин содержит то же самое вещество, что и гель клонекс, использовать мы его для приготовления нашего геля не можем. Почему? Потому что количество гормонов здесь, в корневине, в 10 раз меньше, чем вот в этом препарате гетероауксин. А нам необходимо же его еще и разбавить. А вот это уже полностью самостоятельный препарат, который готов полностью к использованию и не требует каких-либо разбавлений. Поэтому корневин нам не подходит. В состав гетероауксина входит немножечко другой ауксин. Не индолил масляная, а индолил уксусная кислота. Но это ничуть не уменьшает эффективности нашего препарата. Сколько необходимо положить этого гетероауксина на наш гель, на эту клеевую субстанцию? Все очень просто. На этой упаковке имеется инструкция. В инструкции написано, что для черенкования декоративных культур, а также черенкования плодовых, необходимо разбавить 2 грамма вот этого препарата на пол-литра воды. Поскольку мы разбавляем не в воде, а в нашем клеевом составе, в клеевом геле, вот мы и возьмем почти пол-литра сделаем вот такого вот клеевого киселька состава. Для того, чтобы равномерно распределить этот гетероауксин по всему объему нашего геля, я растворю его в небольшом количестве воды. Почему я сразу вот так сюда не засыпаю этот гетероауксин? Потому что в самом геле он достаточно будет тяжело растворяться, будет комочками. Почему я не добавил, например, его в воду и не приготовил сразу изначально вот этот гель на основе раствора гетероауксина? По той простой причине, что в процессе приготовления геля, возможно, нужно его немножечко разбавить или немножечко сделать гуще, поэтому он будет разбавляться в процессе или наоборот сгущаться. Поэтому, чтобы не нарушать конечные концентрации, я делаю именно так. Сперва готовлю гель, а потом уже добавляю туда предварительно растворенный гетероауксин. Немножечко его размешаю для того, чтобы он как следует здесь растворился, чтобы не было никаких комочков. Растворяется он достаточно хорошо, он здесь находится в каком-то носителе, это совершенно ничего страшного. Сам раствор вот этого гетероауксина может храниться достаточно долгое время. Почему? Потому что в отсутствии какой-либо бактериальной или грибной контаминации вот эти вот растворы гормонов, в частности ауксинов, гетероауксина, хранятся достаточно долго. Вот я полностью растворил этот гетероауксин, заливаю сюда его и как следует, как следует, как следует однородно вымешиваю. Таким образом довожу общий объем моего препарата, моего геля до примерно полулитра. Ну то есть до той концентрации, которая рекомендуется производителям самого гетероауксина. Для того, чтобы визуализировать наличие геля на черенках, чтобы визуализировать количество этого геля на черенках, а также для того, чтобы прибавить сюда дополнительные консервирующие свойства, вот вместо кристаллического фиолетового я добавлю сюда метиленовый синий. Обыкновенный метиленовый синий, который можно найти в любом зоологическом магазине для использования в аквариумистике. Какое количество? Ну не так важно. Мне нужно добавить сюда буквально несколько капель. Ну окей, пускай это будет чайная ложка такого раствора. Сам по себе метиленовый синий не является высоко токсичным или токсичным ни для человека, ни для животных, ни для растений. А вот прокрасить наш гель и придать ему дополнительные дезинфицирующие свойства он может. Ну с одной стороны можно было бы и обойтись без метиленового синего. Почему обойтись? Потому что сам клей может содержать в своем составе, а я вам усиленно рекомендую подбирать именно такой клей, который в своем составе содержит уже биоцидные добавки антифунгальные. Ну а я добавляю для чего? Ну для того, чтобы еще дополнительно защитить срез от каких-либо инфекций. После того, как я тщательно, вот равномерно вымешал этот метиленовый синий, буквально чайная ложечка раствора. Здесь количество этого раствора 50 мл. Вот здесь всего было и в этих 50 мл содержится 0,3 г метиленового синего. Ну то есть небольшая концентрация. Это для того, что если вам попадется какой-то другой раствор, ну то вы можете или увеличить, или уменьшить количество. После того, как наш гель приготовлен, нам остается всего-навсего взять череночек, роз, смородины, любых растений абсолютно, которые мы хотим укоренить. Виноград очень хорошо реагирует на такой гель. И опустить примерно 1,5-2 см стебля. Вот я вот столько вот опустил. Видите, он не капает практически. То есть если что-то скапывает оттуда, это абсолютно не страшно. Это излишки. А на самом деле он хорошо, плотно покрывает весь стебелек. И самое главное, он хорошо покрывает вот этот вот срез. Дальше я буду высаживать эти череночки в субстрат. Воду их ставить уже не надо. Их надо высаживать в субстрат. Это может быть земля, песок. Ну в череночник, туда, куда вы планируете высадить свои черенки для дальнейшего укоренения. Почему в воду нельзя ставить? Ну просто потому, что он разбавится очень сильно. И уже не будет эффективен этот гель. То есть он предназначен для того, чтобы высаживать сразу с нанесенным гелем черенки для укоренения. Как хранить этот гель? Вы можете перелить этот гель в любую посуду, которая закручивается. После чего поставить его в холодильник. И он там у вас будет храниться без потери своей активности, как минимум в течение года. Ну конечно я рекомендую вам использовать его как можно быстрее. Потому что все-таки, ну хотя распада никакого нету и биоцидные добавки здесь есть. Но поскольку мы же его делаем не в производстве, посуда не стерильна. Вот инструментарий какой-то не стерилен. Поэтому какие-то риски контаминации все-таки есть. Если вы увидите на поверхности вдруг какую-то плесень или какое-то пузырение, ну то значит он уже пришел в негодность. Ну а если он вот стоит и не меняет своих характеристик, не меняется цвет, не меняется консистенция, он не разжижается, не меняется запах, нет какого-то видимого роста микроорганизмов, плесени, газообразования, то в этом случае вы можете его по крайней мере год хранить в холодильнике и использовать по мере необходимости. Что ж, вот такой у меня рецепт домашнего приготовления геля клонекс. Черенкуйте, размножайте любимые растения. Вы также можете опустить сюда корневую систему вашей рассады. Это будет дополнительная профилактика и от различных корневых гнилей, и метиленовый синий какое-то время на корнях задержится и будет защищать ваши растения. Это активизирует рост корневой системы вашей рассады. Вы также можете опустить в этот гель луковицы перед посадкой. Вы можете опустить луковицы и высушить их достаточно быстро. Потом после закапывания гель немножечко разбухнет и начнет свое действие гетероауксин. Таким образом, использование этого геля является разнообразным. Он может использоваться везде, где необходимо активизировать корни образования. На этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы. Всего хорошего!